Хайр Ай-50 Какая-то свежая модель Так, покажу, как попасть в рекавери, как сделать хард-резет. Вообще, обычно это может быть одна из комбинаций. Это может быть плюсы питания либо минусы питания одновременно Сейчас очень часто на подобных аппаратах встречается, когда питание зажимаешь на секунду-две, следом минус питание зажимаешь на секунду-две, следом плюс и держишь две клавиши Первый всегда пробуем плюс и питание одновременно. Одновременно держим две клавиши, экран загорится, питание бросить, а плюс продолжит держать Держим долго, пока не появится меню из трех строчек. Кнопкой громкости вверх перемещаться, несмотря на законы физики. Ну, вниз опускаемся. А кнопкой громкости вниз, это кнопка выбора. Навели на рекавери, нажали вниз. Так, еще раз. Ждем, пока включится само рекавери Если вдруг он не включает, либо просто перезагружает на рабочий стол рекомендует к просмотру, рекомендую Плэлист полезный. Там все лайфхаки как что обойти, если как-то связаны с моей работой разблокировка, прошивка, еще что-то и так далее Рекомендую начать изучение этой сферы деятельности с этого Плэлиста. А вообще, заряжайте его это система как бы от низкого заряда батарейки. Если выкидывает, значит или ПО повреждено, или нужно зарядить Начинайте с меньшего, начинайте с зарядки Так, еще знаете может выдать зеленого робота с надписью команды нет. Тоже в полюсе полезное есть. Пробуйте питание. Питание сработает вверх. Питание зажать и коротно нажать вверх. Такая тоже комбинация встречается в самом рекавери. Смотрим версию Android. У нас 6.0. На Android 5.1 и выше перед любыми сбросами прошивками необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта. Выбрать гуглскую учетную запись. В правом верхнюю кнопку с тремя точками удалить аккаунт. Если этого не сделать, после сброса либо прошивки сработает FRP-блокировка Google. Он будет просить старую учетную запись и паролит в нее. На канале есть плейлист FRP Google. Возможно, там найдете решение для себя. Но лучше с этим не связываться. Это далеко не шутки. Так, и в закрепленном комментарии обычно есть все ссылки. В самом рекавери наводим на строчку pipe data factory reset. Нажимаем питание. Здесь куча строчек. Ну и одна строчка yes. Выбираем строчку, где написано yes deletable user data. И нажимаем питание. Он у вас начнет делать сброс. Внизу побегут строчки. Я выбрал no. Вы выбираете строчку yes. У вас побегут строчки. Последняя строчка будет data while complete. Это будет значить успешное окончание сброса. После того, как он все сделает, он перекинет вас в предыдущем меню в самой рекавери, где нужно выбрать первую строчку reboot системного, чтобы его перезагрузить, либо по веру, чтобы выключить. Откладываете его прямо на зарядку. Заметно дольше обычного 10-15-20 минут он может включаться. Включится чистый сброшенный. Помню, что все удалится. Если есть какая-то возможность сохранить данные, сделайте это заранее. Если делать это за деньги, вы должны с человека брать документы, подтверждающие факт покупки, чека покупки, гарантии на талон, где будет прописан e-mail или серийный номер аппарата. Потому что все действия с краденными найденными воронами устройствами, это уголовно-наказуемое деяние. Связывать с этим нельзя. Если сброс настроек вам не помог, то гуглите прошивку. Оно убирает абсолютно большинство косяков. Все самое интересное и важное и полезное с моего канала в поле листе полезное. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Okay. Продолжение следует...